Девчонки, мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем обзорить мой очередной заказ Faberlic. Он небольшой, не переключайтесь, оставайтесь со мной до самого конца. Если вы хотите что-то заказать и вам что-то понравится, если вы давно раздумываете, регистрироваться в компанию Faberlic или нет, то сейчас, во-первых, очень хорошая акция. Если вы регистрируетесь и делаете заказ до 15 мая, вам начисляется 500 рублей. Заказ нужно сделать на 1500, минус у вас работает скидка 20%, к оплате будет 1200 плюс транспортный сбор. И когда вы будете в следующем каталоге уже делать заказ после 15 мая, то это 500 рублей у вас спишется в счет вашего заказа. И вы, допустим, на 1500 опять делаете заказ, минус у вас будет 20% ваша скидка консультанта, она у вас будет постоянная, всегда действующая. И минус еще 500 рублей. К оплате у вас получится 700 рублей плюс транспортный сбор. Акция потрясающая, поэтому присоединяйтесь. И опять же у вас будет скидка постоянная 20%, помимо вот этой вот 500 рублей, которые вам начислятся и которые вы можете списать вот по тому алгоритму, которому я вам сказала. Ссылка для регистрации вас ожидает внизу в инфобоксе к этому видео. Что я заказала на этот раз, это вот такую вот линейку. У нас появилась новая линейка косметики уходовой, гиалурон К, который совмещает в себя гиалуронат, ну, гиалуроновую кислоту, кальций и витамин К2. Эта линейка, она призвана насыщать кожу увлажняющим таким вот барьером, да, который сохраняется на протяжении 72 часов. И могу вам сказать, что вообще я такой человек, которому больше всего подходят никакие не лифтинговые крема, никакие питательные. Это я беру уже в качестве такого, знаете, разнообразия для своей кожи. Мне отлично подходит увлажнение. Когда я начинаю пользоваться увлажняющими кремами, у меня кожа кремами, вот, у меня кожа просто преображается на глазах. У меня начинают выталкиваться носогубные складки, там, межбровка и так далее. Причем, независимо от того, пользуюсь я увлажняющими комплексами... Боже, куда я делаю крем-то другой. Пользуюсь ли я увлажняющими кремами, кремами зимой, да, или летом, хотя косметологи очень многие говорят, что зимой нужно пользоваться питательными кремами. Ну, вот мне, вот, это тот человек, которому подходят увлажняющие. На увлажняющие кремы... Сейчас... Безер, спасибо. Правду говорю. Вот, у меня хорошо ложится тоналка. Вообще кожа разглаживается. У меня уже опыт использования, где-то примерно недельку этих кремов. В эту линейку входит мицеллярная вода, крем вокруг глаз, для кожи вокруг глаз. Но я не стала брать крем вокруг глаз, потому что у меня есть уже два тюбика. И, знаете, что-то я в последнее время очень-очень редко пользуюсь именно кремами. И часто такое бывает. Покупаешь дневной, ночной, а крем для век у тебя остается. Вот у меня с предыдущих там коллекций остался крем для века. И там до этого я заказывала лифтинговый крем, поэтому я не стала дозаказывать. И, знаете, когда мне нужно увлажнение, я прям беру увлажняющий дневной крем и вот немножко сюда накладываю его и вот как бы использую вместо крема для век. То есть есть мицеллярная вода, дневной и ночной крем, крем для век и вот такой вот гиалуроновый концентрат, гидроконцентрат для лица. Здесь полтора процента гиалурона. Улажняющие средства, ставящие гелевой текстуры, содержат 15% гиалурона, интенсивно увлажняет, обеспечивает мгновенный лифтинг-эффект, придаёт коже свежий вид. У него, знаете, такой он как гелевая такая водичка, гелевый гель. Вот. И как я пользуюсь? Я его не наношу увлажняющий гиалуронат. Вот этот вот. Почему я гиалуронат называю? Не знаю. Вот так называю. Вот. Я его совмещаю с ночным кремом. То есть я наношу сначала его, жду, пока он у меня впитается, и потом наношу ночной крем. Ночной крем, он более плотный, чем дневной, но это во всех линейках, если вы возьмёте. И я почему не наношу гиалуроновый вот этот концентрат с дневным кремом? Я боюсь, что потом тоналка будет скатываться у меня, потому что вот утром, ночью, ну утром я встаю после сна, да, после ночного крема и гиалурона, и вот если я буду вот так вот проводить, у меня катается. Вот я не пойму, чем у меня скатывается. То ли ночной крем, то ли гиалуроновый, вот. То ли все вместе, они как-то друг на друга влияют. Поэтому так как я утром наношу, бывает, знаете, вот такие вот кремы пользуешься, которыми, и после них тоналка скатывается. Ты наносишь тоналку, и начинает всё кататься. Поэтому вот ночной, дневной, ночной вот с гиалуроном я совмещаю. Этот я вот использую утром отдельно. Что в эту линейку входит? Это биодоступный кальций морского происхождения. Он регулирует активность фибропластов клеток кожи, которые синтезируют собственную гиалуроновую кислоту и отвечают за формирование эластин-коллагенового каркаса. Но эластин-коллагеновый каркас – это то, что держит наше лицо, что не позволяет ему там оплывать, обвисать и так далее. Далее. При дефиците кальция замедляется обновление клеток, на коже появляются ранние морщинки, она становится хрупкой, бумажной. Плюс еще ко всему здесь находится инкапсулированный витамин К2. Что такое инкапсулированный? То есть это витамины, какие-то вещества, которые полезные. Они помещаются в специальную капсулу, которая как-то быстрее, лучше проникает в более глубокие слои кожи. Мощный антиоксидант, защищает от стресс-факторов, поддерживает барьеры, способствует сохранению увлажненности кожи, играет важную роль в целевом распределении кальция. То есть они друг с другом должны вместе взаимодействовать. Это как витамины. Вы, допустим, какие-то пьете, и, допустим, витамины D3 лучше усваиваются при наличии витамина С и так далее. И кислородный наш комплекс, как и во всех линейках, повышает количество кислородов кожи и обеспечивает пролонгированную доставку увлажняющего комплекса в глубокие слои. Вот кому не хватает увлажнения? А знаете, есть такое мнение, опять же, что увлажняющими кремами нужно пользоваться не только обладательницам сухой кожи, но и тем, у кого жирная кожа. Есть такое мнение у косметологов, что кожа жирнится, покрывается выделениями, активно работают всякие вот эти процессы, жировыделения, и отчасти из-за того, что, возможно, кожи не хватает именно увлажнения. И вроде бы кажется, наоборот, что-то нужно матирующие какие-то средства использовать, а нет. Нужно пить больше жидкости и попробовать пользоваться увлажняющими кремами. Из-за недостатка увлажнения кожа может активно как раз из-за повреждения вот этого липидного слоя может как раз и вырабатываться больше жира. И были у меня такие случаи, когда люди переходили на линейку увлажняющих кремов, и у них сальность, наоборот, уменьшилась. Хотя, допустим, люди привыкли пользоваться, опять же, этими матирующими всякими кремами специально для жирной кожи. Ну вот, есть такой вот способ. Можно попробовать. Линейка недорогая. Со скидкой получается по 300 рублей. Вот эти вот кремики, да, со скидкой консультанта. Вот этот вот гиалуренат, по-моему, получается 600 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, мицеллярка у меня была, поэтому я не стала заказывать. Мне сейчас очищающих средств полно. А, я вам не рассказала-то про эффект. Говорю-говорю. Мне очень понравилось состояние кожи. Во-первых, я перестала реже пользоваться скрабирующими этими... Ну, скрабами, короче, для лица. Вот. У меня кожа, вот реально, когда я умываюсь с утра, у меня кожа гладенькая-гладенькая. Когда я вечером умываюсь, у меня тоже кожа гладенькая-гладенькая. То есть, не знаю почему, но я вот, когда до этого я пользовалась кое-какими кремами, то у меня кожа почему-то быстро орговелась, как-то вот больше шершавелась, больше... Ну, вот какая-то вот как наждачная такая была, как наждачка. Сейчас же я заметила, вот неделю уже пользуюсь, у меня вот сохраняется гладкость кожи. То есть, вот я умываюсь, во-первых, я чувствую, что у меня кожа не так сохнет после умывания. И еще плюс ко всему я вот умываюсь и прям чувствую, что гладкая кожа. И вот впервые за неделю я сегодня поскрабировала лицо. До этого я вообще не скрабила, хотя до этого, опять же, вот пользовалась другой линейкой, и мне приходилось два раза в неделю. Мне вот почему-то ороговение кожи было, вот случалось чаще, происходило чаще. Вот. Понравилось мне, вот кому нужно увлажнение, кому немножко нужно... Особенно, вот знаете, у кого тип такое старение, морщинистый, не у кого обвисает там кожа, брыли появляются, а у кого морщинистый тип старения, вот для них вообще идеально подойдут эти кремы. Вы даже можете не брать какие-то дорогие лифтинговые крема. Морщинистому типу старения нужно вот больше увлажнения, больше каких-то тканевых масок, чтобы вот кожа там распрямлялась, морщинки у нас там выталкивались и так далее. Хорошие, прям вот. Получило удовольствие. Потом, знаете, у нас очень часто бывают распродажи по срокам годности, и я взяла на распродажу такие вот по 20 рублей, так что это еще одна причина, почему нужно зарегистрироваться в Фоберлик. Вы таких цен не найдете, не то что, не знаю, в каталоге. Вы никогда в магазинах такие цены не найдете, где вы сможете за 20 рублей купить скраб для губ плюс патч для губ. По какому принципу действует? Сейчас попробую найти вам. Тут какой-то... Зарезала. Зарезала, блин. Куда мне делась-то? Ай, не найду, не найду. Где-то осталось у меня. Для съемки положила. Короче, там есть... Сейчас я, наверное, вскрою еще одну. Надеюсь, я больше не потеряю. Оп. Смотрите, значит, тут верхние части скраб. Отзывы потрясающие. И действительно, я уже пробовала. Очень хорошо скрабируют губы. Накладываешь маску патч, губы распрямляются, увеличиваются на пару размерчиков. Прям такой, знаете, эффект увеличения губ. Правда, держится он недолго, но, допустим, вот там на какое-то мероприятие собраться прям, ну, будете приятно прожжены. Сверхней части находится скраб. Причем скраба хватает не на один раз. Я думаю, на 2-3 раза его можно растянуть. Не то, чтобы растянуть прям экономию, а вот действительно его достаточно много, чтобы можно было использовать не один и не два раза. И вот в комплекте идут вот такие вот патчи для губ. То есть вы скрабируете губы и потом наносите патчи. Если скраба хватает на большее количество, то этого, конечно, на один раз. Написано, что его нужно наносить на 15-30 минут. Единственное, он прям огромный, то есть прям на огромные губище даже. И желательно его положить, когда вы лежите. Потому что когда вы ходите, особенно когда вы наклоняетесь, тем более он в жидкости, да, и он отваливается у вас, нужно принять горизонтальное положение. Это вот единственный минус. То есть если другие маски можно использовать, ты нанес маску и гоняешь с ней там по квартире, занимаешься домашними делами, то здесь нужно уделить прям время себе. И у меня так получилось, что я где-то... Причем очень долго не впитывается. То есть там настолько он пропитан и сам весе в... Ну вот в этой смазке, что прям я 30 минут, наверное, находила, у меня до сих пор он не впитался. И я прям на ночь взяла вот так вот, легла, приняла горизонтально положила положение, а потом положила на губы его, да, и прям вот так вот заснула. И потом там в течение ночи проснула, сняла его с губ, когда он уже подсох, да. То есть даже не 30 минут его можно носить, а гораздо больше, если на ночь нанесете и у вас с этим нет никаких проблем, то попробуйте так, будете очень приятно удивлены результатом разглаженности, увеличенности своих губ. 0,296 у него артикул. Вообще без вот этой распродажи по срокам годности он, по-моему, стоил то ли 149, то ли 199 рублей. То есть не дешевое удовольствие, но часто бывает у нас разного рода распродажи, поэтому, девчонки, присоединяйся в Фаберлик. И еще, так как у нас сейчас вся бытовая химия, Фаберлик подорожала, прям гораздо больше стоит, чем нежели она стоила, то и увеличивались цены в два раза, потому что у нас вся бытовая химия, она, большинство ее производится с применением, как я поняла, иностранных компонентов, да, и плюс еще ко всему порошки у нас вообще в Германии производятся, и поэтому на них стоимость увеличена сейчас практически в два раза. Но есть очень хорошая замена, альтернатива, я боюсь, что после этого видео все разберут. Это средство для мытья унитазов, артикул 8011. Произведено, написано в Москве, а лаборатория Биоси находится в самой Франции. К нам к компании Фаберлик присоединилась компания Биоси, это французская компания. Я про этот гель начиталась, про средства для унитаза, так как, опять же, наша вся бытовая химия Фаберлик, она очень резко увеличилась в цене. Например, средство для унитазов, по-моему, стоит 299 рублей, 500 миллилитров. Сейчас не знаю сколько, потому что цены они меняются. Вот. И я подумала, какую могу альтернативу использовать. Почему я выбирала альтернативу не магазинную? Потому что у меня как-то муж принес средство СИФ. Ладно, буду называть все своими именами. СИФ, якобы он подходит для мытья унитазов, ванн, раковин. Девчонки, я задохнулась. Правда, реально. Я настолько отвыкла от вот этих вот ярких, выраженной отдушки, вот этих химических запахов. Настолько невозможно, настолько это все влияет на нашу легочную систему. У меня прям вот здесь вот, причем я этот запах чувствовала. У меня приходили здесь квартиры убираться, и женщина использовала этот СИФ для обработки прям поверхности шкафов и всего остального, да. И этот запах у меня стоял неделю. Можете себе представить в квартире. То есть настолько просто, непереносимый. Вот. И я уже, знаете, как брызгала им, а так как вот, ну, закончились все средства, у меня практически фаберлика, я вот так вот уже брызгала в унитаз, думаю, ладно, буду же для унитаза использовать. Вот так вот брызгала в унитаз, и закрывала крышку на всю ночь, утром поднимаешься, и ты все равно чувствуешь вот этот вот ядьярый, бьющий тебе прям нос на соглотку, ты его прям вот всем телом ощущаешь этот запах. Вот я уже 10 лет пользуюсь нашей бытовой химией фаберлик, я в диком восторге, и прям вот для меня, конечно, вот что-то другое, это вообще, и девчонки, которые сейчас тоже, ну, дороговато, жалко денег тратить на порошок, переходят на какие-то магазинные средства, и говорят, ну, вообще небо и земля. Вот у нас наконец-то наши, кто давно пользовались нашими там порошками, и консультанты оценили, что да, разница большая, они долго не пользовались магазином, и перешли на магазины, причем одна женщина взяла швейцарский, по-моему, порошок, тоже безфосфатный, он говорит, ну, все равно не то, фаберлик гораздо лучше. Вот, и оказывается, есть очень классное средство, ну, в компании Биоси, 600 мл, то есть не 500 мл, как фаберлик, а 600 мл, почитала по нему отзывы, отзывы просто потрясающие, говорят, шикарнейшее средство, у него артикул 8011, его можно использовать, у него еще какой-то огромный плюс, не только для унитазов, я читала, что женщины мыли им ванны, раковины, смесители, швы, кафельную плитку и так далее, то есть просто полностью отмывали всю ванную. Я подумала, почему бы и нет, возьму, попробую его, не пробовала пока, вот видите, он запечатанный, хочу еще один бутылек взять, чтобы один использовать для унитазов, а другой, чтобы для ванной комнаты, чтобы могла мыть ванную комнату. Средство для мытья унитазов Биоси, быстро удаляет налет, загрязнение ржавчины, отбеливает, дезинфицирует, обладает очищающим, освежаемущим антибактериальным эффектом, устраняя бактерии и плесневые грибки. Наносить нужно 2-3 минуты, причем, говорят, руки не разъедай, даже можно без перчаток пользоваться. Состав Аква, вода, цитритоцит какой-то, содимый результат, фат, парфюм, ну, короче, какая-то кислота здесь есть, которая как раз воздействует на все это. Нарисован здесь вот лимончик. Ну, отзывы потрясающие. Во-первых, дешевле стоит, 259 минус наша скидка, там 200 с небольшим рублей получается, и еще плюс ко всему, ну, бюджетнее. Так, и еще я взяла, это я вам буду делать отдельное видео, все помады, вот у меня, оказывается, здесь был этот, я его не нашла, все помады, у нас появилась новая линейка, которая дерматологически протестирована, гипоаллергенная, здесь авокадо, пигмент находится, не тестируется на животных, веганская и экологичная упаковка. Упаковка, знаете, такая интересная, прорезиненная, прям такая вот она классная, ну, не прорезиненная, не резина, а вот у нее вот такая вот, такая вот матовая, такая вот приятная прорезиновая поверхность. Вот так вот все помады в стиках выглядят у нас, упаковка белого разлагаемая, ну, то есть, eco-bio-zosh. Я набрала все оттенки этой помады, я буду снимать отдельное видео, где я вам покажу сводчи этой помады, я знаю, что гуляют уже сводчи этой помады в интернет уже выкладывали но вы знаете у разных телефонов разная цветопередача и например я одной женщине смотрела женщины и консультанты я понимаю что по ощущениям не совпадают оттенки вообще вот сейчас меня на губах данный момент находится оттенок 41 105 мне очень нравится текстура этих помад я люблю вот именно такую текстуру она гелевая у нас раньше faberlic были вот такие вот помады это узнаете стрички такие помады застали они у нас были гелевые обожала их пользовалась летом потому что они идеально подходят на летом все блески для меня которые вообще существовали одни единственные блески которые faberlic были они не лип не липли остальные блески для меня все липнут ветер волосы все прилипают губам ты все это потом отрываешь вообще в принципе они люблю ощущение липкости на губах и вот для меня были спасения вот эти вот помады которые появились я помню тогда накупила их много штук вот пользовалась с огромным удовольствием потому что они давали эффект легкий эффект оттенка губ на действовали как блеск и мы можно было пользоваться летом когда они хочется там какие-то делать боевые раскрасы и вот казалось бы да в стике помада очень очень темная да вот вы видите она прям такая несветлая помада но на губах она смотрится вот так то есть дает легкая легкий легкая глянцевый блеск то есть если вы даже зайдете за контур для этой помады не критично даже если вы куда-то зайдете за контур этого никто даже не заметит 40 стопе 41 105 прям вот от души рекомендуете помадки но с вами протестируем я вам все оттенки покажу вот она правда недолго держится на губах вот очень большое количество здесь всяких ухаживающих компонентов навряд ли у меня здесь сфокусируется то есть на первом месте месте уже находится масло ухаживающие и дальше по списку пошли очень много разных восков масел и всего то есть она не только еще и как бы оттенны оттенок губам дает но еще и ухаживающим эффектом обладает такой знаете глянцевый блеск особенно если у вас чуть увеличены губки до то так вот например то она просто вам будет давать это я все присматриваюсь к тебе бы немножко себе по увеличить потому что у меня сохнут губы ну и с возрастом они становятся меньше на этом хочу чуть-чуть подкорректировать и линию губы и сделать их более объемными все девчонки и на этом с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале желаю вам всем хорошего настроения и всем пока пока ссылка для для регистрации еще раз повторюсь вас ожидает внизу в инфобоксе к этому видео всем пока пока